Здравствуйте, дорогие друзья! Напишите, пожалуйста, как видно меня, как слышно. Традиционно у нас по средам вебинар. То есть это техника экономически, это уже немножко даже на тему блокчейн вебинар постепенно мы погружаемся. Ну и в первую очередь хотелось бы осветить те основные новости, которые, возможно, были не освещены пока что в официальных источниках, но являются такими как бы интересными, инсайдерскими. То, что произошло, допустим, вчера, позавчера, либо по какой-то причине не было освещено в официальных новостях. У кого есть под рукой ссылочки на официальные новости, то, пожалуйста, сбросьте, потому что многие люди до сих пор почему-то спрашивают, каким образом найти, допустим, видео, каким образом зайти на канал, в официальную группу. Ну, это не мудрено, потому что на самом деле сейчас, дорогие друзья, у нас такой этап развития компании, что все больше и больше людей действительно присоединяются к проекту Skyway фактически каждый день. Это уже даже не сотни регистраций, это намного больше. И сейчас мы даже все меньше и меньше начинаем вообще объяснять про технологию, потому что максимально очевидны те ролики, которые можно посмотреть на канале и увидеть уже то, что действительно у нас не просто представлены какие-то картинки, визуализации, а уже в движении мы можем найти видео, и не просто видео, а многие видели уже своими глазами на Экофестивале 2017. И могу сказать, друзья, что 2018 Экофест, до которого, кстати, осталось всего лишь 227 дней, он просто потрясет то сознание людей, которые даже присутствовали на предыдущем Экофесте, потому что будут представлены очень серьезные направления, в том числе мы закладываем, что направление блокчейн также будет уже представлено в реальности. Это уже пройдет после размещения токена, которое мы планируем сейчас вот при понимании сроков и закладыванием некоторых звижек и так далее, март-апрель, потому что мы решили до этого времени с циклом конференций проехаться по странам, по городам, и многие наши лидеры, активисты сейчас просят отложить вообще, потому что они понимают, насколько это мощное направление, насколько мощно можно синхронизировать и приток новых инвесторов в проект Skyway, потому что на первых окнах размещение токена, который будет называться далеко не Skyway Coin или Skycoin, это рабочие названия, но которые были использованы для мошенничества, то есть даже вывели на бирже Ubit, и вывод на бирже стоит на несколько биткоинов, это как минимум, если компания может открытость показать и так далее, если это мошеннические схемы и есть знакомства какие-то с биржами, то это еще дороже стоит, и это определенный бюджет. Сейчас эти токены нигде нельзя приобрести, и сейчас Сергей Анатольевич абсолютно правильно говорил, что проводятся такие вот именно тестовые испытания, сейчас поднимается в районе 7 нот, будет поднят именно для тестовых испытаний, для того, чтобы наш блокчейн уже целевой поработал, функционировал так, как нужно. Но это я традиционно, друзья, все буду рассказывать во второй части вебинара, то есть это такая факультативная часть, так как у нас вообще проекты и технологии касаются новых прорывных струнных технологий, это транспорт второго уровня, то хотелось бы остановиться на тех новостях, которые действительно меня самого потрясли, и если ранее казалось, друзья, и всегда я это представляю, когда нахожусь в какой-то горной местности, даже на том же острове, на котором я находился недавно, Бали, там очень много горных перевалов, и Северный Бали, это вообще сплошные перевалы, и меня поймут те, кто живет в Сочи, те, кто живет именно в горных районах, те, кто живет в Кыргызстане, Бишкеке, Вош, насколько долго мы передвигаемся по сравнению с тем, что можно было достичь с помощью транспорта второго уровня, и это касается в первую очередь пролетов, то есть если раньше мы декларировали, что 1-3 километра при использовании существующих материалов, то есть стальные конструкции, стальной рельс, стальная путевая структура, да, идеальная, ровная, гладкая, но все же, как отметил Анатолий Эдуардович в таком расширенном репортаже, почему я называю расширенным, то, что на 8 минут, на мой взгляд, в репортаж, который касается технологии, и именно определенных ноу-хау технологий, это расширенный репортаж, потому что здесь нужно соблюдать грани, Анатолий Эдуардович, как никто другой, всегда соблюдает золотую середину, чтобы, не дай бог, конкуренты ничего не узнали. Но были сказаны такие моменты, что сейчас испытываются и в репортаже показаны далеко не те материалы, которые будут использоваться, в этом мы абсолютно солидарны, и мы берем вот при подготовке крипто направления блокчейн платформы для Skyway, которая не сможет существовать вообще без технологии Skyway, без изобретения инженера Юницкого. Skyway более чем сможет существовать без блокчейн, но все же синергию им найти с друг другом, на наш взгляд, стоит, потому что это будет действительно такой мировой прорыв, и мы вырвемся и в этом направлении вперед, нас очень будет сложно догнать конкурентам. И я хотел бы остановиться на том, что композитные материалы, которые будут использоваться, то есть кевлар, углепластик, либо какие-либо наноматериалы, позволят достичь наибольшей напряженности рельса. Он будет из другого материала, он будет совершенно другой толщины. То есть толщина примерно как современный мобильный телефон, или два мобильных телефона максимум. То есть такая будет толщина. То есть увеличив рабочее напряжение, мы используем материалы, которые, соответственно, намного дешевле в производстве, и вообще соотношение цена-качество разительно отличается от остальных конструкций. И, соответственно, учитывается такое понятие, как вес погонного метра. То есть если примерно 9 грамм на сантиметр кубический, либо метр на тонну кубическую, это, соответственно, нормальный вес одного погонного метра, стального путевой структуры, стального рельса, то уже из новых материалов это в 3-4 раза будет более эффективно. И, друзья, это действительно технологический прорыв, потому что сейчас мы можем говорить о том, что даже между пролетами, и это могут не только анкерные опоры быть, это могут быть и промежуточные опоры, но провис не будет, во-первых, как на остальных конструкциях, достигать сотен метров, если это, допустим, 4 километра. Это будет максимум 10 метров, и действительно мы сможем достичь, Анатолий Эдуардович обозначил, даже до 7 километров. Друзья, до 7 километров. То есть представьте глаза вице-президента Симмонс, когда мы ему говорили, что да, мы будем демонстрировать в пролет 250, 450, 250 метров. Это будет расстояние между промежуточными опорами. У него просто глаза вылезли, и он попросил, пригласите меня на эту презентацию. Кстати, насколько я знаю, были посланы приглашения, но историю ответа, либо не ответа, вице-президента Симмонс я, к сожалению, не знаю. Про рабочие процессы. Возможно, письмо просто затерялось, потому что вы представляете, сколько действительно сейчас проработок проектов находится в нашем КБ, в нашей именно корневой компании, что касается зао-струнной технологии, научно-производственной компании, которая имеет статус проектного института. И, естественно, у той корпорации, которая уже является таким гигантом, если у нас письма могут затеряться, у Виктора Бабурина, Анатолий Эдуардович все всегда читает. И если, допустим, письмо не отвечено, значит просто нет интереса. Но все желающие могут написать в обратную связь на официальном сайте зао-струнной технологии. То есть фильтрация идет, и самая такая важная информация, она доносится лично до генерального конструктора, потому что нужно быть в курсе того, что исходит из того, что действительно так же является ноу-хау, это народный краудинвестинг. Это не краудфаундинг, это именно краудинвестинг. Это то изобретение, финансовое краудфаундинговое изобретение, то ноу-хау, которое Анатолий Эдуардович применил уже после крайних попыток, когда были достигнуты такие вот недоговоренности с бывшими партнерами потенциальными, когда желали поджать, так скажем, максимальное количество процентов по интеллектуальной собственности. И, естественно, на такие условия, как больше 51% Анатолий Эдуардович не соглашался. И многие вот эти вот партнеры сейчас разрабатывают, это, знаете, как флюгеры трендов, я называю таких вот людей. Они ударились, естественно, в блокчейн, каким-то образом сейчас делают блокчейн-компании. Но самое интересное, что многие люди это делают, абсолютно не понимая, уповая на профессионализм программистов. Я могу сказать, что программисты как раз-таки, если они не до конца рьяно преданы, проекту. И тут действительно, как бы, что стоит отметить, наши программисты при подготовке блокчейн-платформы, они сами изъявили желание, когда было предложено приехать на экофестиваль, посмотреть на это все. Тогда мы только начинали так вот активно сотрудничать, присматривались друг к другу. Это была примерно пятая, шестая команда, которую мы рассматривали. И каково их было удивление, мотивация, и насколько это все еще больше увеличилось, именно интерес, друзья, когда программисты ознакомились с валютно-финансовыми аспектами, ничейные деньги, именно концепт ничейных денег, как Анатолий Эдуардович в 80-х годах еще назвал, и описал механизм консенсуса, что такое блокчейн, своими словами, но, на мой взгляд, действительно в десятку. Не только, на мой взгляд, я это сбрасывал информацию с коренной корифеем, так скажем, цифрового криптомира, и они абсолютно также солидарны были со мной, что это действительно опережая время, было то, что Анатолий Эдуардович описал еще много-много лет назад. То есть вот фоном можете прочитать, это система двойных массивов, система перепроверки и так далее. И что стоит отдать должное, действительно здесь написано относительно простым языком. Сейчас мы сталкиваемся с такой проблемой, как перевод на человеческий язык уже в презентации и так далее, IT-языка, сложного IT-языка. Даже вот у нас есть укороченная концепция, большая концепция тоже на 70 страниц, и, соответственно, там действительно как бы нужно переводить фактически на нормальный человеческий язык, чтобы это представлять на презентации. В том числе сейчас мы этим с Сергеем Анатольевичем сейчас и занимаемся. Сергей Анатольевич, кстати, сегодня находится на встрече непосредственно уже презентации нашего проекта. То есть в Минтрансе презентуются сегодня проекты, в том числе презентуется концепция проекта струнного транспорта, транспорта второго уровня. И это такое именно заседание оргкомитета. И Сергей Анатольевич там присутствует для того, чтобы уже сделать презентацию перед грядущей. И осталось вот уже считанные чуть больше 15 дней до выставки транспорта России 2018. И, друзья, я всех вас агитирую, не побоюсь этого слова. Действительно, присоединиться к этой выставке в 2016 году соответственно мы представили нашу технологию также на транспорте России. И в этом году также нас позвали. Обязательно ознакомьтесь с этой информацией. Это будет все происходить абсолютно на том же месте, что и происходило. и всех желающих мы, дамы и господа, обязательно ждем. Известно название, место, естественно, известно номер стенда. Все это уже можно посмотреть. И те, кто проживает в Москве, в Московской области, просто, я думаю, абсолютно 100% следует быть. Ну и я сейчас могу сказать, что со всего мира на это событие собираются люди, потому что действительно транспорт России, выставка, это будет такое показательное действительно выступление в первую очередь генерального конструктора зао струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого лично, который будет присутствовать, выделил среди бешеного просто графика. И это не просто так было сделано. На самом деле было много совещаний. Вначале была позиция не участвовать в этой выставке, но, друзья, надо участвовать, потому что ожидается приезд и посещение возможно, теоретически, даже самого Владимира Владимировича Путина. И вот именно на подобную встречу Анатолий Эдуардович высказал свое желание поехать и присутствовать на выставке. Но вы помните сколько на самом деле и бывших игроков Skyway, кто поддерживает Skyway, не бывает по сути. И те, кто были оппонентами, врагами, убедились, что на тот момент мы продемонстрировали действительно ходовые испытания, первую демонстрацию именно ходовых испытаний Юнибайка. Это было после ноября 25-28 ноября впервые вот буквально проехал Юнибайк и это была на тот момент сенсационная просто новость. Но сейчас это новость, которая находится далеко-далеко позади, потому что действительно на этой выставке будет представлен уже трехсекционный Юникар. Также будет показана модель 1.50, ну это примерно ту, которую подарили Александру Григорьевичу Лукашенко. Возможно и президенту России также будут сделаны какие-то подобные презенты, потому что стоит обратить на ту технологию внимание и также маркетингово даже готовится головная кампания, это будет секрет, но нельзя будет пройти в первую очередь то, что будет трехсекционный Юникар, это высшая степень современности подвижных составов Skyway, которые даже теоретически потенциально могут быть продемонстрированы на провисающей гибкой путевой структуре. И друзья, действительно дополнительные маркетинговые материалы будут поставлены, потому что нет места, чтобы их ставить. У нас небольшой стенд, это минимальные затраты, друзья, и никто не рвался на эту выставку, так скажем, было представлено самое лучшее место, наверное, которое можно было себе представить, несмотря на то, что в начале, повторюсь, от этой выставки отказывались. И друзья, соответственно, когда будут высшие представители властей, именно Российской Федерации проходить, эти маркетинговые инструменты будут выставлены, и там будет ассоциация именно с Кремлем, именно с Москвой. Очень серьезный вау-эффект будет производить, я думаю, невозможно будет пройти. И для меня на самом деле это такое ожидание, насколько вообще посетит, не посетит Владимир Владимирович выставку и наш стенд, и какое будет отношение уже после одобрения МИИТа, после одобрения Министерством Транспорта, с Игеновым Алексеем, мы помним, сейчас он возглавляет именно Республику Бурятия в качестве именно из главных действующих лиц во властях. И всю эту историю мы помним, но для нас, как для патриотов, друзья, в первую очередь хотелось бы, чтобы технология Skyway развивалась именно на территории Российской Федерации, потому что действительно ресурсы и потенциал колоссальнейший. И технология Skyway сможет раскрыть максимально этот ресурс и потенциал. И действительно Россия может воспрянуть снова и стать мировой державой. И друзья, я искренне надеюсь, что действительно будет оценено по тому развитию, которое сейчас происходит в проекте Skyway по тем испытаниям, по сертификации, которые сейчас подходят к завершению. И сейчас, как вы понимаете, минусовые температуры, налить и так далее. Все это нужно произвести, но уже подходит к завершению. и как высказали свое мнение представители, которые производили испытания. Естественно, эти представители проехались в юнибусе. Юнибус проехался по легкой путевой структуре. Представьте, это многотонная конструкция, подвижной состав проехался по легкой путевой структуре. И ощущения представителей именно институтов транспортных в Республике Беларусь, которые проводили эти испытания, в том числе были таковы, что юнибус не едет, он плывет. И этого невозможно сказать о современных видах транспорта, друзья, на сегодняшний день. Потому что на самом деле вот буквально опять ночью нам нужно будет я ночью вылечу, Сергей Анатольевич чуть попозже, нам нужно будет на самолете, на нашем любимом в кавычках в виде транспорта, потому что вот эти турмулентности и так далее. И ну вы понимаете, что на самом деле это такой вот действительно уже динозавр современной эпохи, современного технологического клада, как еще в 2009 каком-то мохнатом году говорил Сергей Анатольевич в интервью Михаилу Хазину в программе диалог, когда еще на РБК эта программа шла. И, друзья, вернемся мы обязательно и на РБК и так далее, но уже с некоторой другой тематикой, именно с тематикой создания новой цифровой экономики на основе прорывной технологии Skyway. То есть об этом мы будем вещать, я думаю, и после размещения во многих странах мира очень и очень много. Но факт и действительно основа заключается в том, что невозможно сегодня без технологии Skyway вот этот прорыв в мире цифровой экономики, в мире технологий блокчейн сделать. И, друзья, я хотел бы также сказать о том, что вообще вот сейчас у нас складывается некоторая децентрализация сил. И это действительно вот так вот созвучно с тем направлением, которое мы с Сергеем Анатольевичем выстраиваем. Блокчейн направления технология распределенного децентрализованного реестра. И Анатолий Эдуардович децентрализует и распределяет силы именно активистов и представителей Skyway по всему миру. И сейчас даже нам не требуется присутствовать Виктору Бабурину, Кириллу Бадулину, Анатолию Эдуардовичу на некоторых выставках. То есть вот вы можете познакомиться из новостей. И сейчас Мадина Туль это замечательная хрупкая, но боевая девушка, активистка Skyway и действительно доказывающая не словом, а делом участвует без так скажем активного активной поддержки представителей головной компании, потому что сейчас действительно все погружены в те переговоры, которые фактически каждый день проходят на территории зао-струнной технологии и будет участие непосредственно в выставке международного масштаба по проблемам инфраструктуры. То есть это будет в конференц-центре Джакарты было точнее уже с 8 по 10 ноября. И друзья, это уже такая маркетинговая обкатка по тому, что было непосредственно закреплено за головной компанией за зао-струнной технологией, за Skyway Technologies Индонезия. Это соответственно проработка проекта Golden Village, где мы участвуем и представлены фактически в плане главной технологии, которая будет центром и ядром воплощения этого президентского проекта. То есть он был рекомендован именно президентом Индонезии. И в одном из двух тысяч городов в прекрасном городе Дасуни был соответственно подписан меморандум о взаимодействии, о сотрудничестве. И также стоит помнить, что в одном из кампусов, то есть это прекрасный город Депок, также в Западной Яве и Индонезии, там также был подписан проект. И множество проектов, друзья, на самом деле планируется, потому что активно проработка ведется фактически каждую неделю. И многие спрашивают про поступление авансовых платежей и так далее. Но друзья, мы можем сказать, что действительно обратный счетчик бежит просто неумолимо. И вот то, что на текущее финансирование будет построено, это действительно поражает. То есть это максимальная оптимизация расходов. И опять же, мы внимаем опыт опыт и действительно используем все вот эти методы максимальной оптимизации в блокчейн направлении, потому что действительно наши разработчики понимают, что мы делаем и для чего мы это делаем. И оптимизация также в этом плане наблюдается. Хотя, конечно, я могу сказать, затраты, которые несет группа энтузиастов, на сегодняшний день они такие достаточно существенные. Но это венчур, который группа энтузиастов, в число которых мы с Сергеем Анатольевичем входим, взяли на себя венчур, венчуре, повторюсь, это венчурная матрешка, чтобы русским было понятно. И сейчас да, действительно подходит к завершению сертификация, но первые проекты только сейчас планируются выйти на реальную стройку. Что-то мне подсказывает, они выйдут действительно одновременно и во многих странах. Возможно, даже какая-то из арабских стран именно обгонят и Индонезию, и Индию, потому что были представители Абудаби буквально неделю назад примерно. И это произошло после посещения Анатолия Эдуардовича и Виктора Бабурина, шейхов и представителей королевской семьи Абудаби в их дворце. Потом они приехали на Экотехнопарк, все посмотрели. Их заинтересовало также направление синхронизации с блокчейн направлением и также интересовались. Это также говорит, что мы вовремя уловили этот тренд, потому что, друзья, на самом деле мы чуть-чуть недооценивали с Сергеем Анатольевичем и непосредственно вообще все специалисты, которые работают сейчас в этом направлении, что выпустим концепцию и так далее. Вначале мы будем показывать укороченную вид концепции, покажем обязательно такую визуализацию с дополненной реальностью, что такое экономика токена. То есть проще будет увидеть, как вот эти ресурсные токены, они будут перемещаться и увидеть в реальности на видео в качестве дополненной реальности к существующим видео, которые были отсняты непосредственно на экотехнопарке, как это будет происходить. То есть это примерно как описывать, ну, наверное, как функционирует сейчас вот самый простой пример мобильный телефон. То есть это сложный аппарат, внутри которого и взаимодействие которого с электромагнитными волнами, с радиочастотными и так далее, с различными стандартами мобильной телефонной сотовой связи происходит невидимо для человека. А также экономика токена будет работать невидимо абсолютно для человека. И, естественно, все желающие смогут ознакомиться с IT-языком, но в первую очередь мы это сейчас все именно готовим к максимальной популяризации не даже сообщества Skyway, а сообщества, которое войдет именно с крипто направления, когда мы уже разместимся. Я могу сказать, что сейчас уже где-то четвертая версия сайта, именно вот она, та концепция, которая была утверждена, абсолютно продвигается. Меня лично она устраивает, то есть она самобытна, она отрисовывается буквально с нуля, она не копирует никого. Счетчик у нас будет непростой, так скажем, то есть он будет в виде отсчета именно от блоков, и это не то, что счетчик какой-то податки и так далее будет, то есть будет именно в той логике, в которой мы делаем, в сложной технологичной логике именно создания нового применения тех технологий графена, которые на сегодняшний день уже созданы, как и существующие виды материалов, допустим, используют технологии Skyway, так и мы технологию графен используем для построения своего целевого блокчейна. Надеюсь, что через год, может быть, через полтора, может быть, через два у нас будет уже настолько свой штат специалистов, что мы приступим к созданию своего блокчейна. А если это не понадобится, если, соответственно, такие масштабируемые проекты, на которые мы очень сильно надеемся, именно на технологии графен представят уже свои решения, то мы просто будем свои использовать решения, именно основываясь на этих технологиях. И, друзья, это абсолютно логично, почему мы должны и нам следует изобретать велосипед, если кто-то его уже изобрел. И, друзья, это касается, наверное, фактически сейчас всех направлений, потому что я сказал на одной из презентаций прошлых в Челябинске я выступал, также обкатывал цифровое направление про то, что сейчас мы уже не только создаем технологию, мы ее уже продаем, мы ее действительно уже реализуем по всему миру, и ее готовы купить, друзья, на нее есть спрос, на нее есть востребованность, и те недостающие концепции рынка, которые возможно сейчас кажутся какими-то фантастическими, уже мы закладываем. Естественно, этого не увидели, допустим, представители, потому что испытания происходят именно по тем технологиям, по тем видам подвижного состава, которые сейчас присутствуют у нас на Экотехнопарке, но более 20 человек с именно бывшего оппонента, лично Анатолия Эдуардовича и Анатолий Эдуардович я видел, когда были в Академии наук выступления, то есть я присутствовал на этом выступлении, насколько Анатолий Эдуардович волновался, несмотря на то, что нет решений более прогрессивных и прорывных в мире, чем технология Skyway. Это доказательство, и наша действительно вот такая особенность проекта и всех участников проекта, что всегда нужно доказывать свою правоту. И когда ты доказал свою правоту, соответственно, уже нет никаких вопросов. И представители, более 20 представителей Белгуда, то есть это типа нашего МИИТа, именно российского, они действительно достойно, по достоинству оценили технологию Skyway и были поражены. Буквально вчера происходила эта встреча, фактически целый день, то есть присутствовали проректор, деканы и многие, это вот именно транспортный, дорожный институт, который был одним из таких оппонентов, потому что не было достигнуто, может быть, научное понимание, инженерное понимание, и нужно было пообщаться и в первую очередь увидеть все на экотехнопарке непосредственно в течение целого дня. То есть действительно проект Skyway доказывает тем, кто не верил в его составляющую. И, друзья, нам предстоит также сейчас вот это все доказать, показать тем, кто не верит, что действительно как бы та блокчейн-платформа, которую мы создаем, она без проекта Skyway просто существовать не можем. и я хотел бы вам показать некоторые моменты, которые доказывают на самом деле, что на сегодняшний день только проект Skyway может развиваться именно в блокчейн-направлении и у нас будет в нашей концепции, которая вырастет уже в белую бумагу, то есть вначале это будет какая-нибудь фиолетовая бумага и так далее. Это в первую очередь то, что у нас действительно определенная и конкретная детерминированность движения, то есть что касается беспилотных автомобилей, что касается даже вот сбрасывали Uber, беспилотные такси сейчас будут пропагандировать опять же в арабских странах и возможно и применят, возможно и пойдет это там, но это невозможно выстроить на системе блокчейн, друзья. Потому что только детерминированность движения и только та путевая структура, которая определяет и подкрепляет все составляющие, которые необходимы для технологии блокчейн, то есть это встроенные действительно вовнутрь оптоволоконные кабели, это электричество также встроенное, это все виды цифровых аналоговых сигналов, это вся система сенсора, и это фактически, друзья, некая нейронная сеть, нейронная сеть внутри транспортной сети, это также тот прорыв, который мы собираемся реализовать, реализовать и более того, показать на экофесте 2018, потому что те сенсоры, те микрокомпьютеры, которые, кстати, объединяясь в будущем, это в дорожной карте мы обязательно укажем, смогут сформировать глобальный суперкомпьютер, и это невозможно, сегодня многие бьются вообще, вот такие проекты, как SON, Elastic, такие проекты, как Golem, несмотря на то, что Golem достиг большую капитализацию, и многие, кто приобрели в прошлом году, токены этой компании, этого стартапа, обогатились так серьезно, но цели не достигнуты, где мы видим эти суперкомпьютеры, которые действительно как бы работают, как это закладывалось в дорожной карте, и на наш взгляд только именно сетевое объединение всех участников взаимодействия и процессов нового пространства, мы его называем как именно следующее за миром интернет вещей пространство Transnet, то есть если на английский манер Transnet Space, только внутри этого пространства, внутри нового живого организма сможет родиться вот действительно вот это все взаимодействие и новая нейронная сеть следующая за интернет. И мы можем сказать, что вообще вы помните такого нашего партнера, как Иван Сидельников, и буквально на днях прошли переговоры, то есть мы долгое время не могли понять какой же видеопродакшн заказывать у Ивана Сидельникова, вы помните его работы «Русская карта», вы помните его работы по норийскому нику, который в Лос-Анджелесе, если не ошибаюсь, занял призовые места, вы помните его исследование работу по Арктике, там был упомянут Skyway, и даже на экономику токена человека такого уровня и масштаба не стоит ставить, потому что это не его уровень. И долгое время мы думали, а чем же будет Иван заниматься именно при подготовке блокчейн-направления. И, друзья, я хотел бы сказать, что вообще Transnet Space, что мы сейчас будем создавать, это именно оцифрованное пространство Transnet, это новый действительно такой живой организм сеть. И он будет рождаться в видеоролике, который Иван подготовит, я думаю, месяца три займет эта работа, потому что это как раз тот случай, когда в полторы минуты нужно будет действительно вместить все видение и всю стратегию, которую мы сейчас уже внесли более чем 60 страниц будущей белой бумаги, сейчас это будет просто концепция и различные презентации, диаграммы, сложные, простые и очень много людей присоединяется вот недавно также в качестве одного из адвайсеров, консультантов, сейчас один из бизнес-аналитиков, ведущих одного из крупных российских банков, естественно, не буду называть название этого банка, потому что человек там работает, но он высказал желание быть нашим адвайсером и как раз применяет на реальную экономику, реальные бизнес-процессы. И, друзья, давайте подумаем вообще в чем будет построение Transnet Space, именно чтобы всем рассказать и действительно очень простое понимание, но тем самым одновременно это и очень масштабное понимание. Выскоскоростная трасса это позвоночник будущей сети, это хребет. И вы помните, что действительно как бы плод формируется, возможно, кто-то меня от анатомы, медики бесправят, то есть я неквалифицированный, непрофессиональный медик. Плод формируется, соответственно, с позвоночника в том числе, и вот таким хребтом это будут гигапроекты, это перевозка пищевого льда и так далее. То есть это основа, это базис, это базис Transnet и вообще в идеале это то, что дальше станет основой ОТС, именно как хребет новой мировой экономики. Далее уже городской, пассажирский, также другие направления, высокоскоростной трассы, легкий прогулочный транспорт, это уже вены, это вены нашего будущего организма. Что касается капилляров, это уже направление TransSkySkyService, то есть это именно Unibot, это специально автоматизированные ящики, которые если вены они простираются по всему организму, но не повсеместно, то капилляры вообще фактически везде расположены у нас и я специально привожу такую аналогию, потому что действительно TransSkyService сможет дойти непосредственно в любую точку земного шара, в любой дом, в любую деревню, будь то это золотая деревня Индонезии, будь то это обычная русская деревушка без электричества, допустим, на сегодняшний момент, на территории Российской Федерации, где-нибудь допустим в Сибири, на Дальнем Востоке, я не знаю. Соответственно потом мы понимаем, что вот направление SkyFiber это также основа вот этих капиллярных сосудов будущего организма. И далее мы уже говорим о действительно мозговой деятельности вот этой сети. И сейчас может быть такие вот кривые аналогии, но это первые обкатки. в этом будет заключаться видение, которое будет показано в одном видео. Это будет действительно вот такое желание достижения вау-эффекта перед презентациями и так далее, что рождается Transnet Space именно в синергии, в полной синхронизации с технологией Skyway. По-другому никак не может оно продиться, либо будет просто сеть Transnet не на основе сенсоров именно в связке с технологией распределенного реестра блокчейн, а на основе именно существующих решений. И соответственно вот этот организм получает уже некую нейронную сеть и мозговую деятельность. Мозгом у нас будет две составляющих. Это в реальном мире соответственно research and development, научно-производственная деятельность, это то, что сейчас создается на базе зоо-струнной технологии, так скажем, левое и правое полушария. И то, что касается мозга направления распределенного реестра, это блокчейн, этап платформа, которая уже от него отходит в качестве может быть первой нейронной связи. Это та блокчейн платформа, которую мы создаем. И вот это все, друзья, это действительно формирует новое пространство Transnet. Это по сравнению с тем, может быть, даже первобытным человеком, существом, именно сетью, которая сейчас образовалась. Это то, что касается интернет, это то, что касается мобильной связи, это то, что касается электричества. Все разрознено, не собрано все в одном пространстве, друзья, не собрано все внутри одной путевой структуры. Нет на сегодняшний день того решения, кроме как Skyway. И только технология Skyway может все это объединить. Мы не будем позиционировать это как сверхсеть, но это действительно сеть нового поколения. И сейчас те прилагательные, которые описывают эту сеть, они действительно добавляются. То есть это единое транспортное, энергетическое, коммуникационное, информационное, финансовое, социальное, сервисное. И сейчас даже можем закончить как сенсорное, либо нейронное, либо блокчейн сеть. То есть вот даже такие направления сейчас прибавляются. Покажите мне то решение, которое на сегодняшний день вообще в мире существует. Его просто нет. И поэтому мы позиционируем, что огромный интерес будет у блокчейн сообщества, у крипто-сообщества. И нам нужно будет разъяснять. У нас будут баталии подобные, как я думаю, что было непонимание вначале, потом принятие, сейчас полная поддержка технологии Skyway, ведущими транспортными институтами и так далее, как Российской Федерации, так и Республики Беларусь. И этот процесс сжат во времени, друзья. То есть если компания Apple потребовалась десятилетия, чтобы сформировать капитализацию, почти триллион, то в синхронизации с технологией блокчейн, да, вначале будут такие волны и будет не по-детски колбасить стоимость нашего будущего токена. И вначале будет спекуляция. И я всегда буду говорить, что это опасный рынок, что я всегда и себе рекомендую. Если что-то купил, то hold, держи. Держи, если в этом активе уверен. Если не уверен в этом активе, не покупай. Если ты, конечно, не серфер и не умеешь по этим волнам, именно как трейдеры, кататься и искусно их преодолевать, зарабатывать как на падении, как на взлете. Я лично не умею. Поэтому, друзья, тот, кто видит взлет будущего токена и, например, думает, что он будет продолжать расти, манипуляции рынком на внешней бирже может быть очень неожиданной, очень простой и действительно могут ударить лицом об асфальт. Это будет очень неприятно. Поэтому, друзья, я рекомендовал бы именно такую стратегию выдержки сохранять. И в первую очередь я хотел бы сказать, для чего вообще это направление создается. И многие задают вопрос по поводу обмена обязательств на токены. Я на прошлом вебинаре это говорил, и сейчас повторюсь, это 40-50-е где-то задача у блокчейн-платформы. А направление создается для того, чтобы не запоздать, а именно когда будут запускаться реально адресные проекты, запустить первые уже токенизированные оцифрованные адресные проекты и запустить одновременное развитие как реальной, так и цифровой экономики. Будет только один шанс, потому что действительно проект Skyway и технология Skyway взлетит очень быстро и уже этот взлет готовится, так скажем, потому что я повторюсь, мое мнение, это лично мое мнение, что выход на стройку будет сразу в различных точках земного шара, что первые авансовые платежи будут также получены наверное от нескольких проектов, потому что сейчас эта пружина сжимается, чтобы распрямиться и подготовить уже будущие первые прибыли и выход на строительство. и соответственно технология блокчейн именно в синхронизации с развитием проекта Skyway реальной технологии не должна запоздать, потому что потом будет поздно, потом уже применит это кто-то другой, те технологии, которые пойдут уже вслед за Skyway, но теоретически это наш личный взгляд Сергеем Анатольевичем, если не произойдет вот вдруг Skyway синхронизация, то с помощью технологии блокчейн те оппоненты, которые будут уже копировать Skyway и так далее, возможно это китайцы появятся, но синхронизируя и китайцы, поверьте мне, они кое-что как бы смыслят именно в технологии блокчейн, там крупнейшие пулы майнеров и также в графене, что касается BitShares, именно как платформы, которую мы разделяем, форкаем и используем в своих потребностях, то есть видоизменяем, используем как существующие материалы, сталь, существующие марки, материалов, существующие законы физики, сопромат, теоретической механики, также и мы в технологическом плане, блокчейн направлений пока что используем существующие методы и технологии. И друзья, если кто-то потом это использует, то нужно будет нагонять. Зачем нагонять, если сейчас все технологические тренды диктуют, что стоит заняться этим направлением. Но многие сейчас меня спрашивают, когда можно будет приобрести это венчур венчуре, друзья. И сейчас действительно происходит фактически на нодах, которые поднимаются обкатка процессов нашего блокчейна и экономика токена уже проигрывается. и действительно моделирование уже происходит. Уже на выходе утвержденная версия первой концепции будущей белой бумаги. И все мы уже согласовали и утвердили. Даже то, что бизнес аналитики, консультанты, топ-менеджеры одного из ведущих банков предложили одну из концепций токена. Мы отвергли, сказали, что это не то. это говорит о том, что действительно пути и дорога были выбраны абсолютно правильно. И сейчас мы видим то, что действительно мошеннические сайты появляются, то есть третий, четвертый вид и пятый появится. Мы можем назвать даже какое-то новое название, чтобы эти ребята потратили бюджет, но не будем этого называть. Хватит Skyway коина, хватит Skycoina. И я могу сказать, друзья, что действительно мы все ведем в открытом ресурсе, на который все смогут зайти и проследить историю формирования проекта. Там все комментируется, все описывается, все закрепляется. Но это нам нужно и для того, чтобы когда кто-то скопирует сайты, наверняка найдутся такие деятели, хотя название сайта его будет не спутать абсолютно. То есть можете записать два сайта. Сегодня, кстати, я ключи передал разработчикам, что-то они с этими сайтами возможно уже в ближайшее время будут делать. Скорее всего какая-то превьюшка, тизер, видео может быть. Я настаиваю, что пока логотип и так далее не нужно показывать, потому что сразу начнутся копирки. Вот эти два сайта вы можете записать. И соответственно это будет для нас единственной защитой, то что мы в открытом доступе все действительно ведем, показываем, разработку, тесты и так далее. Это будет единственной защитой, когда нас копируют, мы покажем вот дата, посмотрите, вот дата. С этим невозможно будет поспорить, если будут какие-то даже разбирательства вплоть до судебных, что кто-то будет говорить, что он это раньше сделал, не получится. То есть все действительно предусмотрено. И это то направление, которое действительно несколько по-другому развивается. Здесь даже патенты не будут работать. Если это запатентовать, вся логика блокчейн-направления и децентрализованного распределенного реестра открытых ресурсов заключается именно в открытости, максимальной прозрачности. И друзья, я могу сказать, что мы изначально идем по всей логике и всей природе, именно как будет выстраиваться экономика токена. Даже на днях перешли наши разработчики на квалификационные токены, предварительные токены, которые выделяются и которые нужно еще выкупить и не получится их выкупить, если работа была выполнена неквалифицированно и недостойно. Они просто не получат никакой оплаты труда. И это очень сильно стимулирует, как мы видим. И в нашей системе мы будем предлагать, что в реальной экономике, в цифровой точно, все подрядчики будут действовать именно через эту систему. Это также относится ко всем поставщикам, которые будут соответственно участвовать внутри пространства Transnet и участникам именно направления сети сервисной линии SkyService, что фермер, производящий яблоко, либо кто-то разливает воду в специальные ящички, либо кто-то выполнил какую-то бытовую сервисную услугу, он обязан оказать эту услугу действительно достойно. И что касается блокчейн направления, ни единого цента не будет взято лишним, как вот допустим часто случается сейчас в современных транспортных направлениях, что касается перелетов, пересадок и так далее. Ну опоздал рейс, и благо там с Люфтанзой можно допустим договориться, я договаривался, но с Аэрофлотом у меня договориться не получилось. Причем это было многократно, причем сразу там сгорели рейсы, это было год назад примерно в поездке в Словакию, это был невозвратный рейс, невозвратный билет, поэтому автоматически сгорели еще два рейса, которые меня должны были привезти в Словакию. Мне нужно было просто купить новые билеты и соответственно я потратил лишние деньги. Блокчейн направление, оно даже если вы сойдете к примеру где-то между точками своего маршрута и передумаете, он переиграет, он сможет переиграть и вы заплатите ровно столько, у вас спишется блокчейн кошелька и мы вводим понятие такое как девайсеры, то есть это именно такое персональное цифровое устройство, которое будет похоже может быть на такие вот андроид часы, может быть это будет браслет и это также мы будем закладывать в градацию капитализации и в будущем мы вам покажем что в чем нужно также заложить именно в создании системы унифицированной сенсоров, то есть сенсоры и нейронная сеть то что касается блокчейн направления это основополагающее, то есть без этого данные не будут считываться и без этого не выстроить сети взаимодействия объектов внутри пространства Transnet и это основополагающую действительно основополагающую технологию мы также будем закладывать по градации капитализации градации капитализации будет до максимальных чисел потому что мы видим интерес и вот 17 числа будет конференция в Словакии и отдельно нас попросили встретиться именно по блокчейн направлению люди с других стран летят и я вынужден действительно как бы тоже лететь 18 числа мы будем встречаться с представителем одного из швейцарских кантонов возможно это будет первый оцифрованный проект именно их будем вести переговоры и далее уже соответственно они после этой планомерно проделанной работы отправятся непосредственно на экотехнопарк чтобы увидеть все воочию и пообщаться уже лично с генеральным конструктором зао струнные технологии но что я могу сказать точно друзья и всегда это действительно буду повторять меня многие спрашивают почему я так говорю самое лучшее время приобретения сейчас активов обязательств что касается технологии Skyway это приобретать сейчас потому что неизвестно какой будет этап непосредственно уже при запуске токена при генерации первичной токена то есть возможно это будет уже 14 этап может быть это будет 13 этап может быть это 12 этап никто не знает все зависит от текущего финансирования но то что время идет и вот этот обратный отсчет тикет это действительно говорит о многом поэтому я могу только посоветовать это мое личное мнение я так лично делаю и на бонусных счетах ну и также добавление требуется своих личных средств это приобретение текущих пакетов в Skyway Capital в корневой компании и далее мы уже будем продумывать стратегию так как есть определенные нюансы при запуске направления Sky Service потому что это все таки будет вот в плане Research and Development разработки научно-производственной делаться на экотехнопарке и цифровая часть она будет меньше скорее всего чем именно инженерная составляющая и в этом кстати особенности нюанс то что всегда будет огромная составляющая именно инженерной разработки поэтому на эту часть мы абсолютно обоснованно и открыто ничего не скрывая можем показать тот план работ тот бюджет который необходим для выполнения именно инженерного строительства и возможно это будет как раз таки непосредственно решение про мотивацию и естественно вы понимаете что так как Анатолий Эдуардович это сейчас уже придумал как сделать и вот огромное количество текст затрата не оптимизируется которые на поиск решений на неокры и так далее на предварительные какие-то исследовательские работы огромные бюджеты тратятся это уже выполнено но естественно этот бюджет должен быть заложен потому что это оптимизация расходов но это не значит что эти расходы не должны быть понесены именно тем сообществом которые будут собирать на это направление средства при размещении токена потому что это действительно огромная работа предварительно была проделана всякая работа должна быть оценена поэтому в первую очередь это направление запускается для того чтобы создать новую именно направление экономики цифровое направление экономики токенизацию проектов оцифровку бизнес-процессов из которые следуют из бизнес-плана с заложенной прибылью и соответственно во вторую очередь это естественно уже максимальная популяризация и применение внедрение и инженерное строительство тех технологий которые без блокчейн будут недостаточно эффективны это направление sky service сервисная линия мы про нее неоднократно говорили это направление создания сенсоров роботизированных заводов и это направление девайсеров наших именно индивидуальных персональных цифровых устройств которые позволят связываться именно мы как люди зарегистрированы в определенных учетных записях мы как реальные homo sapiens так скажем будем существовать и в качестве симбиоза существовать со всеми объектами цифрового мира как живые существа и основное правило будет именно вот этой роботизированной экономики не навредить человеку а всегда помогай всегда повышай качество жизни всегда повышай уровень благосостояния образования медицины и все это закладывается также в направление платформы которые далее будут уже выведены именно только в связке с технологией skyway без связки технологии skyway эта платформа не получит достаточного развития и мало оцифровывать какие-то бизнес процессы нужно выбрать то направление которое на сегодняшний день является основополагающим самым прибыльным самым перспективным а это только технология skyway поэтому друзья мне остается только сказать строй skyway спасай планету дай дорогу мир транснету и мы должны объединиться до скорых встреч я искренне надеюсь что сергей анатольевич провел просто бомбовую презентацию на заседании министерства транспорта и нас будут ждать действительно с распростертыми объятиями и в первую очередь мы ожидаем непосредственно первых лиц нашего любимого государства нашей любимой страны для того чтобы проект skyway уже начал свое не просто планомерное стремительное развитие и освоение не освоенных на сегодняшних ресурсов на территории Российской Федерации строй skyway горячей горячей по льго в льго его его то его его